Приветствую вас, дорогие мои, с вами я, Эпископ Валерий Традкин, наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте наши видео, ну и поддерживайте нас по возможности, которые у вас есть. Кто-то молитвенно, кто-то финансово, за все благодарны. Вы видите, канал развивается, канал растет, разные эксперты приходят на канал, слава Богу. Недавно посетил, был на встрече, на одной пригласили, много постарал, собралось. Вот, все интересовались, спрашивали о том, о сём. Вот, и один вопрос, которого я давно уже ждал, я его услышал, вот, а что почитать? Знаете, не часто от пастырей услышишь, что почитать можно, какие книги, и я вдруг понял, что давно уже не делился с вами, с нашими зрителями, что почитать в первую очередь. Вот, для пастырей тоже очень важно, для саморазвития, самопознания. Вот, мир не стоит на месте, всё развивается, и мы с вами должны развиваться, не останавливаться на достигнутом. Итак, сегодня я хотел представить вам одну книгу, которую в первую очередь рекомендовал бы вам почитать. Немного скажу о ней, немного поразмышляю, даже может быть. Вот, но определенно просто рекомендую, советую прочитать её вдумчиво. Мы живём в очень интересное время, когда всё меньше и меньше у нас остаётся времени поразмыслить, поразмышлять. Это просто необходимо. Вот, вдумчивое чтение, не чтение заголовков, не чтение наспех что-то там в телевизоре, в компьютере, знаете, в новостной ленте. Когда у нас вот такое маленькое клиповое мышление, мы посмотрели, забыли, посмотрели, забыли. Мы тысячи, тысячи, сотни тысяч новостей за год просматриваем. Вот, но от этого мы не умнеем, к сожалению. Качество знаний падает, с этим соглашаются очень многие учёные. Они видят, смотрят, как развивается человечество, как развиваются люди. А многим кажется, что чем больше информации мы проглатываем, тем обычно из новостей, из СМИ, тем как бы мы развиваемся, тем умнее мы становимся. Было время даже вот в девяностых, двухтысячных, когда пошло уже, что всё, книги отойдут, они никому не нужны будут, бумажные книги. Да, что всё это прошлый век, появились читалки электронные, потом всякие айпэды, телефоны. И нам казалось, что вот-вот и мы будем читать. Но не всегда мы читаем, и, конечно, книгу ничто не заменит. Тем более наш мозг так устроен, что мы не можем. Мы можем заниматься разными делами, но вот читать вдумчиво и заниматься каким-то другим делом, это невозможно. Вот, невозможно. Конечно, был период развития человечества, вот, индустриальный такой, когда люди, меньше было развлечений, но они больше читали дома, и это дало свои плоды, дало свои результаты. Вот. Поэтому вот бытует такое мнение, чем больше мы получаем информации, тем больше мы знаем. Но это неправда. Вот учёные, которые занимаются когнитивными науками, они говорят, что это неправда. Мы не больше знаем, вот. Поэтому читать, читать книги надо медленно, вдумчиво, читать, размышлять над текстом. Вот. И я рекомендую сегодня вот книгу, которую я представлю, я её рекомендую прочитать вам, ну, как минимум за месяц. Можно несколько книг читать сразу. Ну, вот я обычно читаю там от пяти до восьми книг. Они лежат на разные, так сказать, есть книги на настроение души. У меня есть несколько книг с поэзией. Вот. Открыл для себя, что иногда надо что-то такое для души. Несколько буквально хороших христианских таких поэтов, которые читаю. Ну, вот бывает в состоянии души, что хочется почитать стихи. Обычно я не любил и не люблю никогда читать стихи. Вот. Но интересные книги, книги, которые развивают себя, вот, они лежат у меня на столе долго. И в определённом порядке, в определённых каких-то ситуациях я их прочитываю и перечитываю. Автора, которого я вот сейчас хотел бы вам порекламировать, это Марк Аврелий. И христианам он известен. Один историк христианский в первые века христианства, очень много о нём писал. И с его именем, с именем императора Марка Аврелия, связывает какие-то очень сильные и серьёзные гонения на христиан. Но вы знаете, наука, в том числе и библейская наука, библеистика и теология, они развиваются. Мы получаем новые знания из других источников. И сегодня многие те старые знания, которые мы имели о том же Марке Аврелии, они подвергаются очень серьёзным, скажем так, очень серьёзному пересмотру. Марк Аврелий, вот я его книгу представлю вам, она называется «Наедине с собой». Наверное, вы найдёте в разных изданиях, в разных переплётах. Ну, найдите для себя удобную для вас книгу с удобным шрифтом, с удобными, скажем так, расположением. Всегда приятно, когда есть книга, она пахнет книгой, знаете, есть широкие поля. Вот. Что я использую для чтения книг? Ну, я вам покажу три инструмента, которые я использую. Карандаш я использую, я использую жёлтый маркер, иногда ещё какой-то добавляю, и я использую ручку. Вот. Ну, это моё мнение, я всегда читаю книги именно так, что-то выделяю, выделяю цветом. Где-то ставлю какие-то галочки, где-то ставлю какие-то свои заметки, пишу на полях. Поэтому книги хорошо, когда есть хорошие поля. Ну, вот здесь неплохие поля, вот, отведенные. Всегда можно что-то написать, пометить что-то для себя. Все мои книги, они вот в таком виде я стараюсь читать с карандашом, с ручкой и с выделителем, так сказать, с маркером. Вот. Вот эту книгу я получил на день рождения от моего сына. Мой старший сын Давид, который политолог, он подарил мне эту книгу, сказал, папа, перечитай. Вот. Книга простая, небольшая. В оглавлении вы найдёте, что она поделена на книги, 12 книг. Ну, это главы, скажем так, по-нашему. Вот. И я, прочитывая уже часть этой книги, вот сколько, полгода она у меня, вот, в январе не читал, но потом взялся читать, и несколько раз, вы не поверите, я перечитывал первую главу. Уже много раз я её перечитал, перечитываю, кому-то прочитывал. Я был потрясён, конечно. Кому-то, может быть, это покажется скучным, но я был потрясён вот зрелостью человека, который умеет быть благодарным. Кто такой Марк Аврелий? Он не только император Римской империи, он был философом, стойком. Кстати, в Европе заново открыли, в России немного попозже его, первые книги перевели, по-моему, в 1900-х каких-то годах. Но Европа открыла где-то в конце 15-го, 16-го века стоиков вообще, как философов, и Марк Аврелия. В стоицизме я не буду сегодня вдаваться. Вот, это очень интересная философия, которая очень близка к христианству. Это философия, которая ставит разум или рацию на очень высокое пьедестал, на очень высокое место. Я скажу так, что эта книга, вот эта книга Марка Аврелия, она входит в тройку самых читаемых, скажем так, книг европейских элит. Вот люди воспитывают свои элиты на этой книге, на умении думать, на умении размышлять. Первая глава, почему я сказал, я на ней остановился. Марк Аврелий, император Римской империи, он пишет, вот я зачитаю несколько вам, скажем так, она поделена не только на книге, но и маленькие такие главки, первая, вторая, третья, там строками идет. Вот он пишет. От веры моего деда я унаследовал сердечность и незлобливость, от славы моего родителей, оставленной им по себе памяти, скромность и мужественность, от матери благочестие, щедрость, воздержание, не только от дурных дел, но и от дурных помыслов, а также простоту образа жизни, далекую от всякой роскоши. И дальше он вспоминает разных людей, от учителей, от каких-то людей, которые работали с ним, в конце только он вспоминает отца, чем он от отца научился, вспоминает богов. Не бойтесь этого, потому что надо над всем размышлять, над всем думать. Эта книга вот меня лично заставила, заставила действительно сесть и подумать, кто в моей жизни оставил глубокий след и чему, от кого я научился, что хорошего, доброго, святого я взял от каких людей. И это заставляет тебя размышлять, вспоминать, оценивать свою жизнь, оценивать людей, с которыми попались на твоем пути, с которыми ты встретился, с которыми ты подружился, кто какое влияние на тебя оказал. Это, знаете, это очень хорошая такая тренировка для памяти, для воспоминаний и для настоящего, чтобы действительно оценить, кто и что вложил в твою жизнь. Помнить свое наследие. Знаете, не просто вложил, а вот наследие. Именно что ты наследовал, что ты взял. Наследство, как правило, это какие-то ценности, которые оставляют нам предки наши, наши родители. Поэтому книга очень интересная, книга очень важная. Не буду долго говорить. Почитайте сами. Рекомендую читать хотя бы там, ну, и возвращаться там. Прочитали главу, поразмышляли. Там вечеру они небольшие, главки по нескольку страничек. Вот. Возвратитесь еще раз, еще раз перечитайте. Поставьте перед собой какие-то вопросы. Подумайте, я вот отвечаю на тот вопрос, что почитать. Потому что мне спросили пастор Альберт, что почитать. Вот. Я покажу вам много книг из своей библиотеки, потому что я сам человек книжный, я постоянно везде, где бываю, я смотрю книги, я покупаю книги, я читаю книги. Вот. И мне есть что, чем с вами поделиться. Тем более сейчас такое время, ну, непростое, но вот перед этим пару лет я смотрю, очень много развелось, очень много маленьких издательств. Тиражи книг 50-100 экземпляров, 500 экземпляров. Вот. Это очень редкие книги, редкие издания. Вот. Переводные часто. Бывал на нескольких книжных таких выставках, ярмарках, куда приезжали разные. У нас в Калуге были такие разные издательства, интересные, самобытные, которые, скажем так, узконаправленные. Я потом покажу вам книги, расскажу об этих издательствах. Все сейчас можно заказать по электронным почтам, все можно купить. Вот. Эта книга Марка Аврелия «Наедине с собой». Она действительно, мне кажется, у каждого пастора она должна быть в библиотечке, у каждого вообще верующего человека. Неважно, был он христианином или не был христианином, мы можем научиться многому у других людей. Бог рассыпал свою мудрость по всему лицу земли. И, знаете, можно научиться всему от всякого. Эта книга оказала влияние, очень серьезное влияние на европейскую политику, на развитие европейских наук, на военное дело, вы будете удивлены. На культуру, на культуру вот этой Европы, которую мы мало очень знаем. На образование. Вообще, наверное, вот то, что привлекает в стойках, это их самодисциплина. Это то, чего порой нам с вами не хватает, дорогие друзья. Вот, поэтому читайте умные, хорошие книги, наслаждайтесь книгами, размышляйте над книгами. Эта книга, вы поймете, если давно не читали книг хороших, умных, думчивых, читается легко, там нет сложных философских конструкций. Вот, она постоянно заставляет каждое, вот, каждое предложение заставляет тебя задуматься, заставляет тебя что-то заглянуть внутрь себя, посмотреть, что есть в твоей жизни. Вот, и, наверное, вторую книгу я не буду обсуждать сегодня, но немножечко скажу. Итак, я сказал уже о важности чтения, вдумчивого чтения, вот, о важности самопознания, саморазвития себя как человека. Вот, показал вам три нехитрых инструмента, с помощью которых лично я, вот, читаю и изучаю. Вот, и вторая книга, которую я также, я наслаждаюсь ею уже не первый год, вот, я ее даже не дочитал еще, тоже мне подарили на день рождения, но уже давно. Да, больше года уже, второй год у меня эта книга, в хорошем издании, это книга Сунь Цзы «Искусство войны». Вот, эта книга, вы ее найдете в разных тоже, я смотрел в магазинах ее много, но я выбрал, опять же, то, что нравится мне. Вот, я полистаю вам большие поля, картинки есть, вот, всегда можно что-то пометить, что-то порисовать, это мои личные книги. Вот, и эту книгу я планировал с начала Нового года начать разбирать с молодежью, главу за главой, там, место за местом, потому что эта книга очень-очень-очень расширяет наше мышление, наше познание. Вот, итак, Марк Аврелий, для тех, кто спрашивал, что почитать, Марк Аврелий и, наверное, вот немножечко скажу Сунь Цзы «Искусство войны», который изучают во многих военных и не только академиях. С вами был я, епископ Альберт Раткин, канал «Взгляд с небесный», подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих соцсетях и благослови всех Господь, читайте умные, хорошие, замечательные книги и размышляйте над ними, над прочитанным. Аминь.